Если вы не подписаны на канал и попали сюда случайно, то добро пожаловать. Подписывайтесь, кнопочка есть внизу. Вам обязательно понравится. Тут и покупки iHerb, и декоративная уходовая косметика, мои макияжи, какие-то влоги из моей жизни, пустые баночки. Множество-множество того, чего мои девочки любим, про красоту, про косметику, макияж. Я надеюсь, вам понравится. Ну и, конечно же, не забывайте, что у меня также есть инстаграм, который вот где-то здесь периодически появляется. И не забывайте оставлять ваши комментарии и лайки, ставить под видео. Это очень помогает развитию моего канала, поддерживает мне и помогает понять, что все, что я делаю, делаю я не зря, собственно говоря. Средств у меня немного. Даю апдейт, потому что некоторые средства уже, может быть, даже к концу подходят. Поэтому решила вам их все-таки показать. Большинство из них с iHerb. И все они азиаты, как говорится, из азиатского ухода. Я бы сказала, корейская косметика, если бы не Сенсай, которая является японской маркой и от которой у меня два продукта. Не все меня привело в дикий восторг, хотя множество популярных средств есть среди того, чего я вам буду показывать. Итак, давайте приступать, наконец-таки. Первое вам показываю тоник, лосьон номер 2 от Сенсай, который у меня шел в подарочной, ну не в подарочной, а так скажем, в особой упаковке с вот такими вот масочками. Одно всего я использовала. Суть того, если вы ходите в некоторые японские рестораны, когда вам погружают такую салфеточку, заливают ее жидкостью и салфеточка разбухает. Так вот здесь разбухает маска. Это такие сжатые маски, которые при наполнении их тоником разбухают. Берем какую-нибудь емкость, наливаем туда тоник, кладем туда маску. Лучше, конечно, не тоник наливать, лучше тоник сверху лить на маску, это я поняла для себя, потому что тоник совсем не из дешевых. И пользуемся. Эффекта сильно большого, честно говоря, вот от этих масок я не почувствовала и не испытала. Как, в принципе, пока что не испытываю восторгов по поводу тоника. Ну, самый мой большой восторг по поводу упаковки, по поводу его действия будем оценивать позже, когда закончатся некоторые тоники, которые я планирую закончить в ближайшее время, то, наверное, более плотно к нему приступлю. В целом, почему еще мне не очень все это дело нравится, потому что мне не нравится упаковка. Мне хотелось бы чего-то другого, либо дозатор, либо спрей, да. Это было бы великолепно и удобно. Здесь вот эта маленькая дырочка, но, на мой взгляд, это уже вообще в прошлый век отходит. Хотелось бы чего-то другого от производителя, как я повторюсь, чтобы можно было либо дозировать, либо удобно добывать этот тоник или тонер, да, или лосьон, назовите, как хотите, из упаковки. И множество у меня уже сейчас именно таких продуктов с самыми разными способами добывания средства, но все-таки все уже такие, с дозаторами. Поэтому я могу вам сказать, что да, он неплохой, но не с ВАО восторгом. Косметика Сенсайна совсем не является бюджетным продуктом, и тем более бывает, ну, как-то, не знаю, обидно. Я продолжаю ей доверять. У меня есть средства, которые я очень сильно люблю, но все-таки немножко так червяки сомнениями не огложат, когда я покупаю бюджетные средства корейские, и они просто оказываются великолепными. И когда я покупаю достаточно дорогие средства, и они оказываются средними. Пишите, что вы думаете по этому коду, стоит ли вкладывать больших денег в уходовую косметику. И я вот вложила вот в эту штуку Total Lip Treatment, которая является таким кремом, жирненьким, очень-очень густым для губ и кожи вокруг. Якобы разглаживает ваши губы, делает кожу вокруг губ идеально красиво, разглаживает морщинки и так далее. Моя история закончилась очень печально с этим лип-тритментом, потому что я сейчас им боюсь пользоваться. После двухкратного нанесения на губы и кожу вокруг губ, я не знаю, что я там неправильно делаю, но, во-первых, у меня это вот жирно и меня это раздражает. Это сильнейшее такое жирное покрытие, которое мне не нравится. Я люблю, когда быстро впитывается, никакого жира на лице нет. А, во-вторых, огромный подкожный прыщ, не знаю, как вам еще сказать, но это был огромный прыщ, который выскочил у меня на подбородке и с которым я боролась, наверное, месяц потом. И до сих пор он у меня продолжает тут пребывать, где-то в углу, но уже наступает его, так скажем, конечная стадия. Блин, ну как так? Моя кожа вообще не особо сильно склонна к высыпаниям. Но когда что-то вот такое бывает, конкретно забивающее поры, то, конечно же, все бывает на лице, да, как говорится. Поэтому стоит он, и я думаю, пользовать, не пользовать. Пишите внизу в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, в конце концов, на руки его вымазать. Он такой жирный, кутикулу мне будет увлажнять. Я пока что не знаю, вся в сомнениях, крем дорогой. Крем более чем дорогой. И тем более мне жалко, объем тут 15 мл. Но мне жалко, что вот так у нас приключилось с ним, не сложилась дружба. И теперь у меня остался iHerb. Сенсай мы закончили. И, в принципе, на все будут положительные отзывы. Итак, вулканическая лава. Это умывалка, но с эффектом скраба. Вот такая штука. Она способна очистить очень хорошо вашу кожу. Я бы не сказала, что до скрипа в отзывах пишут, что до скрипа. Я до скрипа, честно говоря, умывалками никогда не чищу. До скрипа я пилингами, скатками, например, и так далее. Это да. Здесь хорошее, качественное отшелушивание, после которого ты чувствуешь, что лицо чистое. Очень хорошо подойдет для жирной кожи. Если вы обладатель жирной комбинированной кожи, то вы понимаете примерно, о чем я говорю. Что к концу дня вечером до такой степени хочется умыться, снять какой-то этот себум, который наслоился за день. Снять этот жирный слой с кожи, из-за которого ваша кожа не гладкая, как пяточки младенца. Она такая, ну так скажем, неровная, неоднородная, с покрытием всякого нехорошего жира на лице. Но, когда я умываюсь этим средством, дже-джу вулкане Клава, я после него ощущаю как раз таки чистоту на лице, во-первых. Во-вторых, кожа не пересушенная. Вот этот легкий эффект скрабирования очень хорош. Она не пенится. На глаза я ее не использую, не бойтесь. Глаза я всегда очищаю мицеллярной водой. А пенка мне очень нравится. Тут хороший объем. Запах, по-моему, такой нейтральный. Да, она пахнет, ну какими-то травами слегка. То есть, сильного запаха нет. И я очень уважаю этот продукт и очень люблю им умываться. Если говорить про очищение, то еще одна вещь, которая просто покорила меня с первого использования. Это было небо и земля. Моя кожа до и моя кожа после. Это можно было, я не знаю, куда там выставлять. Настолько это было вау-эффект. Хотя это обычный пилинг-скатка. Это Secret K, здесь 120 мл лимоновый пилинг-скатка. Неоднозначные, опять-таки, отзывы, но у него очень хороший рейтинг на iHerb. 4,6, по-моему. Что означает, что положительных отзывов очень много. Он крутой. Вы им умываете. Что такое пилинг-скатка? Это просто кремообразное вещество, которое в процессе нанесения на ваше лицо и распределения руками, вы вот такими вращающими движениями, так скажем, делаете. Делаете, он превращается в мелкие катышки. И с собой уносит всю грязь с вашего лица. Но я никогда не встречала, чтобы пилинг-скатка настолько гладким и чистым оставлял лицо мое. Этот просто поразительный. Ощущение, как после... Я бы могла сравнить сенса. Есть энзимная пудра. То же самое. Я ту обожаю. После нее кожа такая свежая. Такая очищенная, но в то же время ни грамма, ни высушенная. Здесь то же самое. Только это более бюджетный, гораздо более бюджетный вариант. Поэтому я вам советую присмотреться. На самом деле для меня большое открытие, что такая классная вещь у меня появилась. Идя дальше, поговорим про тоник. Именно из-за него состоялось сегодняшнее видео, потому что, посмотрите, он практически на исходе. Это Кос РХ. Кос РХ это тоник с цинтеллой азиатской, с водой, добытой из листьев цинтеллы азиатской, как я понимаю. Но что вам сказать, цинтеллу я обожаю. Она там и омолаживающей, напитывающей, для жирной кожи полезные всякие эффекты оказывает. Поэтому, ну говоря прямо, мой любимый крем Апью с Мадекасоседом, как раз таки цинтеллу азиатской там тоже содержит. Это вся одна история из одной песни, так скажем. Обожаю брызгающиеся тоники, тонеры. Как же это классно. Как же это классно просто распылителем нанести себе на лицо и все. Никаких ватных дисков, никакого прикосновения рук. Тоник нанесен на ваше лицо и он впитывается. Это мой любимый формат. Тонер этот однозначно хотела бы повторить, хотя он такой среднего сегмента, так скажем. От тысячи до полутора тысяч, наверное, стоит. Но, во-первых, он без алкоголя, он абсолютно не сушит кожу. И, во-вторых, он так классно освежает, классно подготавливает кожу к нанесению сыворотки, крема и так далее. Я советую вам его тоже. И у меня осталось две сыворотки. Первая сыворотка появилась у меня некоторое время назад уже. Тоже заказ с iHerb. И это знаменитая сыворотка от Елизаветки с гиалуроновой кислотой, которая содержит 97% гиалуроновой кислоты. Это супер нашумевший продукт на iHerb, который многие рассказали, показали, похвалили, сказали, что это что-то неземное и великолепное. У меня, как всегда, есть немного свое мнение. Первое, что хочу сказать, сыворотка, конечно же, хороша, но я бы не назвала ее на 150% хорошей. Почему? Ее преимущества. Она очень экономная. Одной капли хватает, чтобы напитывать все лицо. Но при этом я не могу сказать, что, может быть, гиалуроновая кислота вообще не моя история. Я не могу сказать, что я чувство такой напитанности имею. Я ее применяю только по утрам, когда применяю. Возможно, это может даже возникнуть некая обманчивость такая, что она в виде геля, который очень сильно такой становится влажный. И его сразу много. Он как бы тает, что ли, для того, чтобы вы могли его наносить на лицо. Но после этого все равно однозначно нужно что-то. Моей коже только этого мало. Поэтому неоднозначные отзывы. Но на самом деле многие ее хвалят, многие ее любят. Поэтому вы смотрите сами. Продукт продается также в золотом яблоке, но стоит там гораздо дороже. Поэтому не думая, заказывайте на iHerb. Я, кстати, свою скидку там тоже внизу оставлю. На первый заказ скидка 5%, по-моему, идет. Хоть что-то, какое-то преимущество тоже дается. И последняя сыворотка. Люблю заканчивать на позитивной ноте. Это моя любовь. Инста-Натурал сыворотки с витамином С. Это уже третья сыворотка с витамином С от Инста-Натурал, с которой я заказываю. И все три были просто великолепные. Я обожаю витамин С. Это мой продукт. Как говорится, гиалуроновая кислота не мой продукт. Витамин С мой продукт. Хотя здесь также содержится и гиалуроновая кислота, и альфа-арбутин, и неоцинамид. Множество чего содержится. И все это очень хорошо влияет на вашу кожу, вплоть до антиэйдж, до выравнивания тона, осветления пигментных пятен, какого-то легкого эффекта, даже вплоть до подтягивания. Это классно. Мне нравится то, что сыворотка такого жизнерадостного оранжевого цвета, она пахнет апельсинчиком, это сразу бодрит и придает свежести. Ну и, конечно же, самое главное, это то, что с ней как-то лицо сразу сияет. Вот ее нанесешь, то ли за счет этого оранжевого цвета, то ли, ну не знаю, за счет каких эффектов этой сыворотки. Но я сразу чувствую прилив жизни к своему лицу, прилив какой-то энергии, красоты. Мне сразу нравится вот все, что я вижу в зеркале после использования этой сыворотки. Ну, конечно, может быть, немножко приукрашиваю, утрирую, но в целом я очень люблю. Я не зря уже заказываю третью сыворотку с витамином С от именно Instant Naturals. Я попробовала от It's Skin сыворотку с витамином С. Она тоже очень знаменитая, постоянно раскуплена на iHerb, ее все хвалят. Но она намного-намного хуже, чем вот эта Instant Naturals. Поэтому присматривайтесь, выбирайте свое, то, что вам нравится, то, что вы любите. Но у меня супер короткое видео, наверное, одно из самых коротких за время ведения моего канала сегодня состоится. И те, кто не любит длинные видео, будут очень и очень рады. Вам спасибо большое за внимание. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно показалось полезным. Что-то вы для себя интересного почерпнули. Не забывайте обязательно делиться внизу в комментариях, что из этого вы пробовали, не пробовали. Также советуйте что-то новое. Мне всегда интересно получать новую информацию от вас. И, конечно же, не забываем ставить лайки, чтобы поддержать меня и показать вашу обратную связь. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь. Всем пока-пока, встретимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok